Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. В сентябре этого года, а именно 19 сентября, пройдут выборы на самых разных уровнях, ну и, конечно же, выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Поэтому сейчас по всей стране депутаты разных партий работают над тем, чтобы либо идти дальше работать депутатам, либо приходят новые депутаты. В общем, готовится такая большая серьезная избирательная кампания. Но есть депутаты, которые работают и которые готовы нам рассказать о том, как работа поставлена сегодня и какие планы они строят на будущее. К нам сюда приходит много депутатов. И сегодня один из депутатов Совета депутатов городского округа Люберца, Дмитрий Афанасьевич Кристинин, у нас в гостях. Здравствуйте, Дмитрий Афанасьевич. Добрый день, уважаемые зрители. Сразу же первый вопрос. Но ведь это же такая сложная пора, когда за плечами много сделанной работы, а 19 сентября, вроде такой какой-то день, с одной стороны, какое-то подведение итогов, и опять выборная кампания. Что чувствует депутат вот на этом этапе? Работа депутатская, это работа общественная. И так получается, что из года в год расслабляться-то не приходится. Всегда есть... Каждый год он так или иначе активен. Когда-то что-то происходит, все мы с вами только пережили 20-й год, который оказался не только для нашей страны, но для всего мира довольно-таки непростым. Исторически, практически, да. И тем не менее, работа на этом не останавливала. Да, были ограничения, существенные ограничения в передвижении. Как-то это, ну, безусловно, это влияло на душевное состояние, на физическое всех нас. Но, тем не менее, мы все вместе это время пережили. И очень надеемся, что в ближайшее уже будущее мы все это будем вспоминать просто как страшный сон. Просто про это через какое-то время забудем совсем. Мы не расслаблялись, мы работали. И мероприятия все запланированы и старались проводить как в отношении благоустройства, ЖКХ, всех социально значимых сфер жизни в городском округе Люберц. Ну, потому что все-таки городское хозяйство – это живой организм. Живой, да. Нельзя как-то когда-то что-то сделать и забыть про это на долгие года. Он требует внимания ежеминутно. Поэтому все структуры всегда работают. Мне бы хотелось отметить, что, да, вот в тех условиях в чем-то, и это принесло какое-то, как бы не было это вот странно услышать, но это принесло какую-то пользу. Потому что во многом люди как-то объединились, пересмотрели свои взгляды на жизнь, стали более внимательны к своим родным и близким. Помогать. Да, и вот в данном случае у нас, как и по всей Московской области, как по всей страны, заработали штабы волонтеров. И наш штаб волонтеров, я считаю, в любом случае был одним из самых лучших. Потому что ребята работали именно от души, работали на энтузиазме, это проходило все. Мы им всячески помогали, способствовали в этой работе. Они поддерживали нас, потому что мы были, не могли сами проводить эти и благотворительные мероприятия, и все. Я на самом деле искренне всем благодарен. И вот в лице руководителя штаба Георгия Витальевича Николаева я всем не устану выражать признательность за то, что они сделали за все это время. А для нас самым таким ответственным моментом была у нас наша Московская областная общественная организация содействия ветеранам и инвалидам. Наше поколение, в которое я являюсь председателем правления, ежегодно проводят акцию «Чистый четверг», так мы ее назвали. То есть это у нас, наше общество инвалидов территориальное на избирательном округе, номер три совета ветеранов, они все от нас получают праздничные гостиницы, и конкретно это пасхальные куличи, причем успеченные на нашем Олиберетском хлебокомбинате. И вот эта акция в минувшем году стала возможна только благодаря тому, что ребята сделали раздачу своими руками, выполнили. То есть по каждому квартирке, по каждому частному дому, везде они каждого посетили сами. А без малого это было 400 куличей надо разнести. То есть работа была проведена титаническая, непростая, в условиях ограничений сложная, но тем не менее мы ее выполнили. Без них бы она была невозможна. Это благотворительная акция. Ну, работа депутата, она длится не один год, да, есть возможность, получив наказы избирателей, выполняя их, получать новые и так далее. Вот, приближаясь к этому, вот, сентябрю, к определенной такой черте отчетной, как бы вы сегодня охарактеризовали работу и Совета депутатов городского округа Люберцы, и представителем этого совета вы являетесь? Ну и, конечно же, что вам больше всего запомнилось в вашей работе? Скажем так, начнем с глобального, а потом пойдем по частности. Считаю, что необходимо ответить, что я все-таки член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Люберцы. И все мероприятия, которые мы выполнялись, мы в любом случае принимали коллегиальные решения не только Советов депутатов, но и на заседаниях фракции. И тем не менее, опять же, хочу отметить, что поскольку задача каждого депутата – забота о жителях, и как и любого сотрудника администрации, всех наших общественных объединений, работающих в наших границах городского округа, задача одна. И поэтому, несмотря на какие-то там партийные принадлежности, личные взгляды и все, мы призваны делать просто общее дело. Каждый на своем месте выполнять то, что надо нашему родному городу, его жителям. И надеюсь, что нам это успешно удается, потому что в целом мы единая команда. Как скажет наш глава Владимир Петрович Ружицкий, может искрить, но решения принимаются. Решения принимаются всегда в отношении города и его жителей единственно верны. И я считаю, что мы, в принципе, должны гордиться нашим родным городом, потому что года идут, но все равно в памяти всплывают то время, когда не было такого количества детских игровых площадок, не было спортивных площадок, не было дорог, не было тротуаров. Поговорку про Россию и дороги я напоминать не буду, она всем известна. То есть она хорошо работала, да, когда-то? А сейчас она уже для, как минимум для городского круга Рюберс, она минула в прошлое. Про Октябрьский проспект пока все-таки нас тревожит всех, что когда все-таки появится в городе вот эта так необходимая магистраль, когда ее все-таки доделают. Сложно сказать. Может быть, я не совсем по адресу, но вы сказали про дорогу, наверное, все депутаты интересуются этим вопросом. Конечно, вопрос непростой. Это и коммуникация, это и возможность по другому построить. Все сложно, но делается, работает группа инициативная, созданная комиссия в этом отношении, и все решения принимаются с учетом... Всегда можно найти какой-то компромисс, если к этому стремиться. Надо сделать так, чтобы всем было это понятно и удобно и доступно. Тогда перспектива в этих взаимоотношениях в любом случае будет иметься. У нас, я считаю, четко работает связь жителей, депутат, администрации. Выстроена эта связь. И у нас всегда, и на своем примере общения скажу, что по любой теме, по любому возникающему вопросу с профильными заместителями главы всегда есть связь прямая, и мобильная, и личные встречи, и все отрабатывается. В любом случае это происходит именно так. Повторюсь, это у нас цели и задачи у нас одни. Собственно говоря, да. По-другому, в принципе, быть и не может. Да, может где-то поспорить, что-то другу подоказывать, но делается это исключительно из благих намерений для того, чтобы добиться в имеющихся возможности большего результата. Максимальная отдача. Теперь конкретно по вашей работе. С чем вам приходилось сталкиваться? Какие основные, ну скажем так, жалобы, просьбы тем, проблемы, которые ставили перед вами избиратели и ставят до сих пор? Что, если не брать даже вот пандемийный год, да, а вообще, чем больше всего вам приходилось заниматься? В любом случае, жители у нас всегда больше всего волнуют две темы. Это ЖКХ и благоустройство. Что хочется отметить? Если мы будем говорить уже про текущий год, давайте, потому что если мы будем отчитываться за минувший год, это будет длительно, это будет более сухой статистикой наполнен наш эфир. Что мне очень, конечно, хотелось сейчас. Давайте по-свежему пойдем. По-свежему, если мы пойдем, то уже начались работы по капитальному ремонту дорог общего пользы у них, проезжих частей. И почти завершены работы. Там каждая работа подразделяется на несколько этапов. Снятие дорожного старого полотна, замена бордюров, если это требуется. Далее подготовка непосредственно перед асфальт, укладка асфальта, укладка асфальта. И только потом проведение экспертизы и нанесение уже дорожной разметки. Вот на данный момент уже по укладке асфальта завершена работа на улице Митрофаново и улице Урицкого. На дороге от дома 7 до 19 по улице Братимов, эта дорога, она идет с левой части торгового электроцентра Светофор, проходит к начальной школе лицея 12 и далее к основному корпусу лицея 12. Вот эта дорога, они уже асфальт, они все уложены. Экспертиза тоже проведена? Нет, экспертирующие непроведения на завершении, на этапе завершения работы по улице Лениногорской. Также в границах нашего избирательного округа номер 3 планируется три адреса под комплексное благоустройство. Что это такое комплексное благоустройство? Делается все это с участием инициативных групп жителей, никто не отталкивается. То есть, когда выходит уже и администрация приезжает до проведения мероприятий, управляющая компания принимает непосредственно участие в подготовке, уже в подготовительном этапе работы, разъяснение дает жителям того или иного дома. И уже когда подрядчик выходит на работу, все это дело с учетом жителей. Конечно, чтобы не получалось, людям надо работать, а не только объяснение давать. И каждому, кто приходит, отвлекаться это тоже сложно и будет страдать. И дело, и... Конечно, поэтому тут и депутаты принимают активную роль в разъяснении жителям, и самые активные жители, отлаживаются с ними связь мобильная, чтобы по каждому вопросу не дергать того же подрядчика, а мы могли вместе с участием нашей администрации принимать те или иные решения, если они необходимы уже по мере проведения этих работ. Отвечемся буквально на такой психологический вопрос. Ведь депутат – это же коммуникатор, то есть он должен уметь разговаривать с людьми. Вот скажите, пожалуйста, много эмоций приходится тратить для того, чтобы убедить кого-то в правильности решения, если вы сами в этом уверены, как депутат? Вы знаете, я бы так вопрос не поставил, потому что я никого ни в чем не убеждаю. Есть сухой остаток того или иного мероприятия, поведения того или человека или произошедшей какой-то ситуации. Все мы люди, все мы человеки, у всех у нас есть свое личное мнение, есть эмоции, но если мы говорим о чем-то общем, а в данном случае все эти мероприятия, если мы говорим про благоустройство, дороги общего пользования, это же все-таки места общественные. Поэтому мы и тут не как мне хочется, должны принимать решения, а так как это нужно всем. И тут ты разъясняй, не разъясняй. Если кто-то будет упираться, вы знаете, для меня тогда тоже небольшое такое отклонение в историю. Когда я только стал депутатом, и слава богу, это уже было давно, конечно, мне хотелось как-то сделать все и сразу, но реалии были совсем иные. Иные с 2009 на 2010 год бюджет был совсем другой, мы про это не раз говорили. И не сказать, что я был разочарован, я просто избрал другую тактику. Я начал более внимательно прислушиваться к старшим товарищам, к нашему председателю Сергею Николаевичу Антонову, и принимать участие именно в тех направлениях и в том ключе, в которых я бы мог принести наибольшую пользу. И вот даже доходило до абсурда. Бабушка, участник Великой Отечественной войны, или ветеран, просто старый человек, пожилой, просит, мне вот лавочка нужна, я инвалид, я не могу выйти. Хорошо, договариваемся на установку лавочки, справляющей организацией, тут же выбегает там еще пять человек, а мы вот на первых этажах живем, нам эта лавочка не нужна, тут ночью будут пить, гулять, что ты тут сделаешь. Ну, давайте подумаем тогда, как я всегда говорю, простите, а кто тут будет пить, гулять или вот чем-то другим заниматься, общественным, вредным? Ну, это же наши с вами, соседи, друзья, коллеги, родственники, кто угодно. Эти те люди, которые вместе с нами проживают. Ну, давайте, что надо, брать их на поруки, как-то с ними разговаривать. Почему? Вот мы должны это сделать, да, как-то, или кто-то это должен. Но нет такого же, ведь поймите. Кто такой депутат? Депутат – помощник, первонаперво. Помощник сделать так, как это нужно, ну, как бы, может быть, не было немножко кому-то удивительно большинству. Ну, тем не менее, с учетом мнения каждого из этого большинства, понимаете, как это все непросто. Да, об этом мы продолжим наш разговор во второй части. Вот, завершите про три придомовых территории, которые мы начали говорить. Это Попова, дом 5, дом 9, комплексное благоустройство, Шевеляково, 27, дробь 1, и улица Красногорская, 20, 21, 22, 23, 24. Вот по этим трем адресам будет проведено комплексное благоустройство. Где-то раньше, где-то чуть позже, но все это должно быть сделано. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Напомню, что у нас в гостях депутат Совета депутатов городского округа Люберца Дмитрий Кристинин. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. А у нас в гостях депутат Совета депутатов городского округа Люберца Дмитрий Афанасьевич Кристинин. Дмитрий Афанасьевич, ну давайте мы поговорим также и о самых-таки глобальных проблемах ЖКХ. Означает ли это, что все-таки это настолько, мы говорим, сравниваем сегодня живой организм, что как ни латай, как ни ставь что-то новое, как ни меняя, я уже не знаю, там трубы или еще что-то, все равно где-то происходят какие-то неполадки. Вот как приходится решать эту проблему? Я так понимаю, вы как опытный депутат, опытный человек, уже даже какую-то схему для себя выстроили для решения этих серьезных проблем. Когда к вам обращается вот любой избиратель. Потому что очень часто избиратель идет к депутату, знаете, как в последнюю инстанцию. Ну все мы живем под одним небом, под одним Господом, и возникают порой какие-то ситуации, стихийные бедствия, к сожалению, и аварийные ситуации. Но хочу сказать, что главное это не их отсутствие, а быть готовым к тому, что возможно произойти. Подготовка тех структур, которые призваны заниматься ликвидацией подобных последствий, так и стихийные бедствия или аварийных ситуаций. Правильное поведение самих жителей при возникновении этих моментов. И когда вот есть вот это понимание, тогда это все проходит как более просто, без каких-то чрезмерных печальных последствий. Когда есть контроль, когда есть подготовка к тем мероприятиям, ну все это... Работает. То есть можно сравнивать, вот вы говорили, да, вспоминали себя как молодого депутата, начинающего, да, и вот сегодня все-таки ситуация с решением традиционных проблем, она гораздо быстрее сейчас решается, да, меньше приходится людям инстанций пройти для того, чтобы решить какие-то проблемы по установке, замене, я уж не знаю там еще каких-то вещей. Ну, вот скажу, что когда вот приходят жители на личный прием, слава богу, он у нас уже опять проходит в очном формате, вопросы на самом деле бывают абсолютно разные, даже их нельзя привести пример от и до чего, потому что все что угодно может быть на самом деле. Ну и тут главное, конечно, бывает не всегда возможно помочь, к примеру, я же не могу кому-то купить квартиру, чтобы улучшить условия поживания, но я могу оказать содействие, дать правильное разъяснение, если человеку по закону это положено, привести его в ту структуру, которая этим занимается, помочь подготовить правильно документы для того, чтобы было принято верное решение, просто оказать какое-то содействие и внимание. И так же бывает зачастую с нашим старшим поколением, и может быть не особо нужны какие-то подарки, им нужно внимание, вот из этого надо исходить, что люди прожили время непростое, то, что нынешние поколения это понимают, это ценят и благодарны им за это. И вот это самое важное, чтобы не только мы, чтобы молодежь это понимала, чтобы она относилась к старшему поколению именно не только с уважением, а с благодарностью за то, что просто они есть, и то, что в то время, когда было всем сложно, а это было, да, и мы вспомним. Конечно, я уже, безусловно, военные годы, восстановление после войны, но и далее те же самые тяжелые времена и 90-е годы, которые тоже... Ну да, тоже невеселое было время. ...серьезным таким испытанием для страны, но тем не менее, все равно это уже история, это правильно что-то было сделано, неправильно, рассудят пусть уже время. У меня еще такой вопрос. Вот вы сказали про молодежь. Ну, мы предполагаем себе, да, что люди пожилого возраста или люди, которые... Ну, знаете, есть такие, которые знают, как надо решать проблемы, знают депутаты, ну, внимательно к этому относятся. Но есть такое вот мнение, что молодежь как-то живет совершенно своей какой-то жизнью. Молодые люди к вам приходят, они знают, что есть депутаты, они знают, что они могут какую-то проблему решить свою молодежную. Какова вот сегодня отношение молодого поколения, которое будет, да, дальше управлять страной, к депутатскому корпусу, как таковому институту? Пользуются они вашей помощью? Ну, конечно, пользуются. И что хочется отметить, ведь... Ну, я думаю, так было всегда. Да, это немножко иные поколения, чем мы. Да, у нас было всегда прямое общение, да, не было и телефонов, мобильных, интернет, это все мы прекрасно понимаем, мы общались вживую. И в чем-то нам это было легче, в чем-то нам это было тяжелее. Они сейчас другие, но мы же не хотим, чтобы они были как мы, к примеру, или слепить из них то, что мы есть. Каждое свое предназначение, каждый живет так, как вот сейчас вот это должно произойти. Да, наставить, помочь мы это можем. Это не значит, что оно потеряно, что оно там ничем не занимается, ничем не интересуется. Меняются времена, меняются какие-то потребности у молодежи. Но хочу отметить, что тот, кто хочет, к примеру, заниматься спортом, получать более качественные знания, идти по какому-то там пути для себя, это личная индивидуальность каждого. И как есть люди индифферентные, ленивые, так есть целеустремленные и активные, и от этого никуда не деться. И все это есть. Конечно, возвращаясь тогда к нашему волонтерству, и у нас в представитель депутатов избран молодежный парламент, который также работает. Почему люди туда идут? Они идут, потому что они чувствуют в себе какие-то силы, у них есть желание что-то изменить, принять участие. Они смотрят на тебя, как понятно уже на старшего товарища, раскрыв рот в чем-то. Когда тем более видят, что многие их воспринимают наравне, потому что помогают им, и в чем-то даже советуются, и просят о помощи их, и им это и нравится, и они к этому стремятся. Ну почему нет? Мы готовы к открытому диалогу с любым, и с молодым, и с пожилым, и это наша задача есть, потому что делать различия в людях, это неправильно. Вот пример такой, да, если привести врач, он будет лечить всех одинаково, или человек какого-то нежного сословия с высшим будет делить, настоящий врач так себя вести не будет. Он будет относиться к любому человеку одинаково с точки зрения своей врача, будет оказывать помощь, которую он может оказать, и будет делать все возможное для того, чтобы человек жил. То есть ему даже в голову не придет по-другому поступить. Еще такой вопрос немаловажный. Есть задачи, которые были поставлены, которые решены. Наверное, были задачи, которые либо пришлось отложить, либо они были решены каким-то более сложным путем. Но всегда перед депутатским корпусом стоят новые цели и новые задачи. Вот на сегодняшний день что планируется? Может быть, какие-то новые проекты, хотя до 19 сентября немного времени остаются, но тем не менее, как вы сказали, работа идет постоянно. Что ждать от работы депутатского корпуса вот в этот летний период? Ну, все мы зависим от бюджета, который мы принимаем, к примеру, в текущем году на год будущий, в конце текущего года. Конечно, пандемия внесла свои корректировки, не все так. До сих пор еще стало... Да, гладко все прошло, но тем не менее, хочу отметить, что и бюджет Московской области в целом, и бюджет городского округа Люберц на текущий год остались социально направленными. Все... В городском округе Люберца работает ряд программ, и все они сохранились муниципально. Они работают все. В каждом социально значимом жизненном направлении они исполняются. И бюджет, это не догма, он претерпевает изменения в течение года. То есть поступление больше, поступление меньше, все это регулируется, регламентируется. Мы проводим дополнительные заседания, вносим какие-то корректировки. Все это проходит, это постоянная работа. Ну, конечно, летний период, он подразумевает все-таки какой-то отдых, но, тем не менее, хочу сказать, вот я летний период в отпуск не хожу, потому что летний период, я считаю, это именно тот... Сложный, то время, когда надо максимально отрабатывать... Ведь бюджет, это что такое? Это наши с вами деньги, это наши с вами налоги. И хотелось бы, конечно, чтобы они приносили пользу всем, чтобы мы понимали, как, что, куда расходуются, какие работы выполняются, и чтобы эти работы при выполнении были сделаны как можно качественнее и ответственнее. Вот этим и, конечно, сезон благоустройства надо заниматься. Любое мероприятие, которое происходит у меня на избирательном округе, я не оставляю без внимания. Если начинается где-то какая-то работа, мне не обязательно какой-то сигнал жителей об этом. Я при объезде территории, где-то при обходе, в виде той или иной, конечно, я интересуюсь, общаюсь и спрашиваю разрешительную документацию на это проводимое мероприятие. То есть наблюдаете внимательно? Я не оставляю это без внимания, конечно. А что самое сложное на сегодняшний день в работе депутата? Что... Ну, опять же, мы говорим, что выборы по всей стране появляются, в том числе и молодые люди самого разного возраста, тех, которые никогда не избирались, вот, и те депутаты, которые хотят продолжить свою работу. Вот к чему должен готовиться этот человек? Что такого сложного есть в работе депутата? Что самое, может быть, необычное, что должен знать человек, который хочет примерить на себя вот эту вот мантию депутатскую? Ну да, в преддверии выборов всегда у нас появляется много активных и, в кавычках, небезучастных людей, которые после... Разговорчивых. Да, и разговорчивых, и умных, и красиво жестикулирующих, не только говорящих. Ну, после этих выборов они как-то... Исчезают. Да, так. Самоликвидируются, можно сказать. Все, их уже нет. А на самом деле все просто. Просто надо быть человеком. Вот это мое мнение. Не оставлять без внимания никакую просьбу. Да, ты понимаешь, что ты не можешь помочь конкретно исполнить, но, как мы уже говорили, можешь содействовать, можешь направить в нужное русло. Как-то в любом случае принять участие в той или иной просьбе. И одна голова хорошо, две лучше. А при наших возможностях, имеющихся, когда мы вместе, ему всегда сила, я это говорю, это надо воспринимать именно буквально и ответственно. Потому что в любом случае, когда люди объединяются и действуют... Сообща. Сообща. Конечно, не может не приносить результат. Привутат, да. А как хочется отметить, у нас есть нашего главного Владимира Петровича Ружицкого поговорка «Везет тому, кто везет». Вот. На самом деле это так. Если ты идешь, как экспресс, двигаешь за собой, тащишь чего-то, делаешь, выполняешь, волей-неволей это видят вокруг тебя. И если кто-то и не поддерживает, то хотя бы начинает к этому стремиться, кто-то, наоборот, помогает. И должный результат получается сообща, когда вместе. Спасибо большое. Хорошего вам результата и в дальнейшем. Депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Дмитрий Крестинин был сегодня в программе «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова